Итак, тема нашего вебинара сегодня, который пройдется в полтора часа. Освещена очень актуальному вопросу, связанному напрямую с производством судебных высяжных, но касающийся, собственно, этапа стадии, следующей за судебным разбирательством, стадии операционного обжалования, приговора, вынесенного судом с участием высяжных заседателей. Вот очень часто, говоря о судебных высяжных, разбирая различные аспекты этого производства, адвокаты, забывают о том, что есть еще очень большая и серьезная специфика этой стадии, которая обусловлена именно спецификой этого производства, я имею в виду самого судебного разбирательства, и она напрямую отражается и переносится на все последующие стадии процесса. Кстати, это касается не только апелляции, но и надзорного производства. В апелляции тоже есть очень существенные особенности, существенные отличия, которые отражаются в содержании операционных жалоб и в самом режиме рассмотрения этих жалоб в ходе операционной проверки приговора. Актуальность этой темы обусловлена, собственно, пишут, не видно, не слышно, но я думаю, что это, видимо, проблема какой-то расстройки, потому что если не видно, вы об этом пишите, мы будем пытаться тогда что-то предпринять. Видим только слайд. Нет? Ну, по крайней мере, самое главное, чтобы меня было слышно. Слайд, это и есть, собственно говоря, то содержание, с которым мы будем максимально работать. Итак, о чем мы сегодня с вами поговорим? О особенностях вообще составления апелляционных жалоб в суд, вынесенные жалоб на приговоры, вынесенные судом в участие в сяже. Об особенностях аргументирования доводов, предлагаемых в этих жалобах, и, собственно, об особенностях участия адвоката в суде апелляционной эстакции. То первое, на что вам нужно обратить внимание, собственно, к сожалению, некоторые наши коллеги воспринимают апелляцию, апелляционную стадию, следующую за судебное разбирательство в участии присяжных, как не имеющую вообще никакой статистики. И поэтому, если посмотреть, например, на их жалобы, можно увидеть следующий момент, что просто происходит использование аргументов, которые характерны для рассмотрения дел в общем порядке. Вот, например, по одному из дел в опелляционной жалобе указывается, что судебный процесс в связи с объявительным углом. Соответственно, суд не принял во внимание доказательства стороны защиты определенной. Спасибо вам, спасибо вам, спасибо вам, спасибо вам, спасибо вам. Соответственно, дальше защитник, разбирая эксперименты приговора, пишет, что судом непроверены противоречивые показания представителей потерпевшей, суд не принял во внимание обстоятельства, установленные в судебном наседании. И вот, что самое интересное в этой жалобе, это то, чем она завершается, вот, собственно, на последний момент. Он анализирует конкретные фактические обстоятельства, в итоге указывает на то, что показания явно недостоверны, оказывается таким риторическим вопросом, могут ли показания свидетелей с указанием неправильных эмоциалов в обвинительном заключении служить доказательствами по делу? Да, уважаемые коллеги, я отвечаю на вопрос в презентацию, конечно, можно будет скачать, презентация будет размещена, здесь же ссылка будет на нее дана, и потом можно будет вас скачать, вы можете вполне ее скачать после завершения вебинара. Ну и, наконец, просит приговор отменить и постановить в отношении отгоняемого оправдательного приговора. На самом деле, вот приведенный мной пример апелляционной жалобы, а это самая обычная, типовая апелляционная жалоба по такому роду делам, это не исключение. Достаточно посмотреть значительное число апелляционных определений для полного суда, и можно увидеть, что практически во всех апелляционных определениях есть так называемая строка, но я имею в виду апелляционных определениях, вынесенных по жалобам, представлениям на приговоры, постановленные судом в ПСЖ. Практически везде, я, наверное, не буду, скажу, не сильно нарушить какие-то фактические моменты, если скажу, что это процентов 80. Есть практически везде строка, в которой описывается, что неправильного было указано в этой апелляционной жалобе. Ну вот, например, в одном из недавних апелляционных определений, сторона защиты оспаривала вопрос, может ли быть заключение специалиста-полиграфолога, заключение психологической экспертизы, насколько оно правильно было составлено, насколько суд проверил аргументы о причастности обвиняемых с их содеянным и так далее. По другому делу, Верховный суд то же самое, обратил внимание на то, что апелляционная жалоба была посвящена выводам об отсутствии мотива и умысла на убийстве. Да, конечно, возможно, в какой-то степени эти аргументы выходили исключительно за рамки вердикта и уже представили себе критику самой уголовно-правовой оценки содеянного, но тем не менее вот эти аргументы звучали. Вот необходимо отметить, что применительно к производству в суде присяжных есть очень такое важное базовое положение, которое, собственно говоря, базируется, основанно на самом, я бы сказал, ключевом моменте этого производства, оно состоит в том, как всем нам известно, что в разделении компетенции между присяжными заседателями и профессиональным судью. Полномочием профессионального судья относятся разрешение вопросов права, квалификация содеянного на основании вердикта. Присяжные заседатели устанавливают те обстоятельства, которые являются основаниями ответа именно вопроса вопросного ареста. То есть они, собственно говоря, устанавливают все обстоятельства, которые связаны с виновностью подпредимы. Доказанность события, доказанность причастности, виновность лица в совершении преступления и комплекс обстоятельств, которые являются основой на установке, например, частных вопросов. Все остальные вопросы правовые, фактически, они устанавливаются, разрешаются председательщик судью при вынесении В этой связи, учитывая исключительность полномочий присяжного заседателя по разрешению, назовем их так, вопросов факта, оспаривать эти вопросы факта в апелляционной жанре прямо, косвенно, опосредованно через, например, распаривание достаточности, доказательств или критики их содержания, я подчеркиваю, речь не идет о допустимости, а о достаточности, достоверности, даже относимости порой. Это вторжение в компетенцию присяжных заседателей, вторжение в те исключительные полномочия, которые принадлежат в силу закона, как основной ключевой признак производства судья присяжных. В основании кленуму Верховного суда, посвященному производству судья апелляционной инстанции, подчеркивается, что специфика присяжного судопроизводства оказывает очень серьезное воздействие на основание обжалования судья апелляционной инстанции. И ограниченность, суженность апелляционных оснований, принесенных приговором, принесенных судом присяжных, приводит к тому, что в суде апелляционной инстанции не действует такое основание, как несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела. Эти обстоятельства не проверяются судом апелляционной инстанции. В каждый раз это рассматривается как вторжение в исключительные полномочия присяжных заседателей. Мне кажется, что если даже сейчас абстрактироваться от всех остальных особенностей апелляционного производства, которые мы будем рассматривать в ходе нашего вебинара, это один из самых сложных моментов написания апелляционной жалобы по этой категории дел. Вот провести грань между тем, что можно оспаривать в этой апелляционной жалобе, и между теми моментами, на которые указывать нельзя. Это крайне сложно. Вот именно поэтому в большинстве апелляционных определений Верховного суда содержится приведение доводов, которые не могут являться предметом рассматривания при апелляционной проверке принесенного приговора. Надо сказать, что специфика производства в суде присяжных оказывает очень серьезное влияние на сами основания апелляных приговора, постановленного в этом суде. Как я уже сказал выше из круга классических оснований для апелляционных оснований для отменных приговоров, применительно к приговорам, вынесенным в суде присяжных, применяются только три основания. Собственно, об этом говорит у нас 389-27, статья Уголовно-процентуального кодекса. Это существенное нарушение закона, неправильное применение уголовного закона и неисправедливость приговора. И еще раз повторяю, что какое бы из этих оснований мы не задействовали в своей апелляционной жалобе, мы должны очень четко понимать, где проходит вот эта линия между допустимой критикой тех или иных положений приговора, не связанных с исключительными полномочиями присяжных. И напротив находится вот та самая сфера, которую мы не можем критиковать, поскольку она является воплощением этих исключительных полномочий присяжных. Мы более подробно об этом сегодня поговорим, применительно к самым различным частным проявлениям апелляционных оснований в суде присяжных. Итак, вот такие три классических основания применяются при подаче апелляционной жалобы на приговор постановления в суде присяжных и, соответственно, при апелляционной проверке этого приговора. Кстати, забегая вперед, то скажу, что именно такая ограниченность оснований характерна и для надзорного пересмотра, где, собственно говоря, проверяется в очень узком формате основания, которые могут повречь обмену вынесенного приговора судового учебного присяжных. Есть, конечно, специфические основания, касающиеся только лишь оправдательного приговора. Об этом чуть позже я буду говорить. Итак, существенное нарушение фруктуального закона, неправильное применение уголовного закона и несправедливость приговора. Сразу скажу о двух из этих групп оснований, потому что, на мой взгляд, они сами по себе являются, специфика применения является типовой. То есть, так же, как по остальным делам, мы иссылаемся в неправильное применение закона, несправедливость приговора. Здесь никакой особенной специфики в общем суде присяжных иных. Вот если говорить о несправедливости приговора, очевидно, что подразумевается размер наказания, виды наказания, которые были назначены судом, насколько они соотносятся с сведениями о личности подсудимого, с, например, наличием смягчающих, отечащих наказанных обстоятельств. Уважаемые коллеги, я обращаю внимание, что все данные о личности, которые мы исследовали с участием присяжных, исследуются на поствердиктном этапе, на этапе обсуждения последствий вердикта. Вот поэтому все самые справки о состоянии здоровья, характеристики, справки о семейном положении, там, допустим, какое-то имущественное положение семьи и прочее, все это исследуется на этапе обсуждения последствий вердикта. Где проводится фактически второе судебное следствие, второе премия, и все эти обстоятельства являются предметом исследования оценки. Вот если мы видим, что, исходя из, например, содержания вердикта, в котором присяжные, предположим, признали и установили наличие каких-то исключающих наказаний обстоятельств. Например, признали, допустим, ответили на обязательные вопросы, ответили на нашего подзащитного заслуживающего исхождения, что, естественно, влечет автоматически предусмотренное законом сокращение наказаний. Предположим, на этапе обсуждения последствий вердикта были исследованы какие-то документы о личности, которые свидетельствуют о возможности сокращения наказаний. И, тем не менее, наказание оказалось не соответствующим всем этим положительным, скажем так, моментам этой информации. Разумеется, мы будем оспаривать приговор на предмет его справедливости с точки зрения излишне жесткого наказания назначенного судов. Здесь, вот я еще раз повторюсь, кроме этих моментов и такой специфики при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор суда от усяжных. Что касается неправильности применения уголовного закона, вот здесь некая специфика уже начинает проявляться, поскольку суд применяет уголовный закон только в тем обстоятельствах, в которых были установлены присяжные заседатели. Естественно, в этой связи очень четко и важно понимать, нужно понимать, как вердикт присяжных трансформируется в приговор. Поскольку вердикт представляет из себя определенный набор фактов, установленных присяжными заседателями, но дальнейшее действие, подведение этих установленных фактов под признаки состава преступлений определенных, это уже прерогатива самого профессионального судья заседательщика, который, понося приговор, вот это подведение, эту квалификацию он осуществляет. И в этой связи, естественно, если мы видим, что квалификация, которую дал председательствующий, она отличается от того, что установлены вердиктом присяжных. Например, судья минул какие-то дополнительные элементы или минул какие-то признаки состава преступления, которые не были указаны в вопросном листе и которые не были в этой связи установлены присяжными. Разумеется, мы будем говорить здесь не только о нарушении существенного уголовно-процессуального закона, поскольку это просматривается в этой ситуации, но в том числе и о неправильном применении закона уголовника. Поскольку, еще раз повторюсь, сама квалификация судей этого деяния должна полностью базироваться на фактической стороне, установленной вердиктом присяжных заседателей и не уходить за эти ракеты. Разумеется, есть ряд моментов, фактов, которые суд устанавливает сам, и об этих фактах мы не можем ставить присяжным заседателям к вопросу. Это целый комплекс квалифицирующих признаков. Но, тем не менее, даже в этой ситуации нужно смотреть и внимательно анализировать приговор на этих людях, насколько суд устанавливает те обстоятельства и не вышел за рамки своих полномочий. Кстати сказать, в практике есть несколько, я бы сказал, таких моментов, соотношений вердиктов и приговора. И это очень, кстати, важная задача на этапе составления жалобы традиционной в, соответственно, на Верховный суд. Ну, или если в районных судах суд утяжных появится, в чем, сомнений лично у меня нет, то, разумеется, речь будет идти о подаче традиционных жалоб в суды краевые области. Очень важно просто сопоставлять вердикты приговора, чисто методологически. Если мы видим, что, например, приговор выходит за рамки вердикта, или даже противоречит, если такие тоже случаи бывают, это признаки не только существенного нарушения процессуального закона, но и неправильного применения закона уголовного. Ну, очень важно понимать, насколько, в принципе, судья сам посевирует правоверно правильно применять свою или иную уголовно-правовую норму. Есть еще один момент, на который нужно в этой связи обращать внимание. Он связан с тем, что присяжные заседатели, отвечая на вопросы вопросного листа, реализуют свое полномочие признавать недоказанными отдельные моменты, отдельные факты, которые указаны в этом вопросе. Нередко исключение отдельных фактов при в целом подтвердительном ответвении на вопрос приводит к тому, что квалификация становится совершенно иной. Если представить себе эти факты, которые признаны доказанными присяжными заседателями, как некую фактическую основу, некую объективную сторону деяния, то само деяние тоже приобретает другие черты. Очень внимательно в этой связи нужно смотреть, как отразилась на квалификации судей вот эти самые исключения, которые сделаны присяжные заседатели, отвечая на поставленные перед ними вопросом, вопросного листа. Ну, в дальнейшем я еще коснусь, несколько слов скажу о неправильном применении закона о несправедливости, но все-таки вот когда мы пишем жалобы непосредственно на приговор суда, вынесенного присяжными заседателями, это главным образом ориентируемся на первое операционное основание, это существенное нарушение уголовно-процессуального закона. Вот тут задан вопрос о вердиктах присяжных, я чуть позже на него отвечу, потому что есть очень большая специфика о том, какое решение доносится по итогам рассмотрения судебно-процессионной инстанции наших жалоб. Далеко не всегда это отмена приговора и возвращение дела на новое судебное разбирательство. Вот есть и масса других вариантов, о которых сегодня мы поговорим. Таким образом, все-таки чаще всего мы не ссылаемся на существенное нарушение процессуального закона. Вот это самое распространенное основание, используемое защитниками для критики приговора, установленное судом с участием в пассажах. Но тут есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание, которые нам быть практически важны. Мы все прекрасно знаем, что апелляционное основание, все, я имею в виду общее основание, это касается и суда пассажа, делится условно на две такие группы. Это условное и апелляционное основание, и динусловное. Собственно, эти условные основания, они закреплены в части 2, 389 и 18 УПК, это те нарушения, которые, как говорит нам закон, во всех случаях влекут отмену приговора. То есть, собственно говоря, для того, чтобы возникло последствия этого нарушения, не нужно никак соблюдение каких-либо дополнительных условий, каких-то дополнительных последствий второго уровня. И есть, кроме того, еще и условное апелляционное основание, то есть, собственно, нарушение закона, которое влечет определенные последствия, ограничивает правую сторону на представление доказательств, влияет на содержание вопросов перед присяжными, влияет на содержание ответов, Вот в этой ситуации это нарушение, если соответствует всем этим приступам, оно признается основанием к отмене приговора в суде к усяжу. Что же касается безусловных оснований, то их круг ограничен, они, собственно говоря, у нас четко обозначены в самом процессуальном кодексе. Это вынесение вердикта незаконным составом коллегии, нарушение тайны совещания. Вы примите к оправдательному вердикту, вообще-то это закон так сформулирован, что для него, безусловно, является основанием неясности противоречий. В той ситуации, когда судья, изучив вердикт присяжного, нашел, что он неясный и непротиворечивый, но не отправил присяжного в устранение этого согласоваречия, а право угласил этот вердикт, в соответствии с создатой этой традиционной основанием. Уважаемые коллеги, каково практическое значение такой классификации этих оснований? Еще раз повторюсь, эта классификация, ее нельзя назвать сугубо теоретически. Она обусловлена самым конструкцией уголовно-процессуальных норм. Естественно, практическое значение этой классификации состоит в том, что при написании апелляционной жалобы в одном случае, нам достаточно будет лишь констатировать, что доказать, естественно, обосновать, что, например, вердикт был вынесен незаконным составом коллегии. Нам не нужно приводить обоснования, как это могло повредить на, например, решение присяжными, поставленных перед ними вопросов. В другом случае, когда мы приводим то или иное нарушение, умершее место в ходе процесса, например, какие-то высказывания судьи, которые могли оказать воздействие на присяжных, предположим, нарушение на этапе постановки вопросов, то мы обязательно должны приводить аргументацию об основании для того, чтобы эти нарушения были восприняты как соответствующие апелляционные основания. Итак, теперь поговорим, собственно, о этих апелляционных основаниях, поскольку, несмотря на конкретное указание, например, в качестве буквально только указанных в 389-18 статье обстоятельств, судебная практика значительно раздвигает эти рамки. И каждая из этих оснований наполняется детализированными моментами, аспектами в самой судебной практике. Итак, существенное нарушение процессуального закона. Я полагаю, что целесообразнее рассмотреть эти нарушения в полетапно, примитивно каждому из этапов рассмотрения дела в суде с участием в писяжных, поскольку они могут действительно проявиться в любом из этапов этого производства, начиная от этапа формирования коллектива, присяжных усилателей, завершая уже этапом даже, возможно, обсуждение последствий вердикта. Итак, первый этап, как мы знаем, в производстве в суде присяжных содержательные, это формирование коллектива присяжных, поэтому целый комплекс нарушений существенных, которые могут влечь отмену приговора, это нарушения, которые допускаются на этом этапе. Что из себя представляют эти нарушения? Я коротко сначала их перечислю, потом мы с вами разберем более детально. Во-первых, это нарушение закона при составлении списков кандидатов к присяжных. Во-вторых, это нарушение на этапе опроса кандидатов к присяжных, когда, например, суд блокирует те или иные вопросы, предлагаемые стороной защиты кандидатов к присяжных. В-третьих, это нарушение на этапе заявления мотивированных отводов, когда судья отклоняет мотивированный отвод, сам нарушая процессуальные законы, например, если основание здесь есть, суд их икнорирует. Нарушение права на заявление мотивированного отвода, это тоже может длить место. Естественно, очень острая проблема – это попадание в коллегию отведенных кандидатов, когда кандидатов отведенных, тем не менее, они каким-то образом оказались в составе коллегии, выносящих вердикт. Ну и, наконец, отказ председательствующего в благотворении ходатайства, заявленного в порядке 330-й статьи УПК, о роспуске коллегии присяжных ввиду ее традиционности, и достаточно острая проблема, слободневная проблема, сообщение кандидатами в присяжные заседатели недостоверной информации, так называемая ложь присяжных. Когда кандидаты сообщают недостоверные сведения, в дальнейшем эти сведения становятся известны сторонам и используются в качестве основания отмены приговора, вынесенного в этой форме рассмотрения дела. Итак, порог обройдемся по каждому из этих существенных нарушений, чтобы представить, каким образом оптимальнее изложить их в операционной жалобе, и какие аргументы можно привести для того, чтобы обосновать их, собственно говоря, наличие этих обстоятельств. Нарушения при составлении списка. Уважаемые коллеги, здесь наши возможности, они крайне, я бы сказал, скромны, поскольку сама процедура составления списков, она происходит вне какого-либо участия сторон, она происходит вообще-то даже во внесудебном режиме. В этой связи, поскольку нет никаких протоколов, которые фиксируют порядок составления предварительного списка помощников судьи или секретарев судебного заседания, каким-то образом проверить соблюдение процедуры отсутствующей мы не можем. У нас есть единственная возможность верификации, проверки этих списков только сопоставлением предварительного списка федератов присяжных, которые будут нам выданы, и тех общих и запасных списков кандидатов присяжных, которые, собственно, должны быть опубликованы, должны быть размещены в средствах массовой информации. Эти списки на самом деле в целом и в общем найти несложно. Они есть и в электронном виде, и в бумажном. Бывают определенные эксцессы, вот, например, много раз уже об этом говорилось, например, в Новосипедске, тогда возникла проблема с поиском этих списков, и в итоге так они и не были найдены. Но в любом случае, представляет ли это целесообразным найти эти списки перед тем, как, собственно, начнется сам процесс, и сопоставить предварительные списки кандидатов присяжные с теми опубликованными в средствах массовой информации общими и запасными списками кандидатов, которые есть в наличии у страны. Уважаемые коллеги, для особого внимания обращаю Ваше на постановление пленума, вынесенное самое последнее, я имею в виду, которое посвящено порядку, собственно, порядку применения закона о присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции. Поскольку в этом постановлении пленума детализируется порядок составления тех или иных списков, применительно к районным судам. Это для нас имеет, пожалуй, наибольшее практическое значение. Вот там, например, есть такое разъяснение, что если территория юрисдикции районного суда, она охватывает собой территории сразу нескольких административных образований, административно-территориальных образований, то в районный суд направляется списки изо всех этих административно-территориальных образований, территорией которых покрывается юрисдикция районного суда. Вот в этой связи, когда мы будем набирать общие запасные списки, из которых должны были быть методом случайной выборки, сформирован предварительный список кандидатов в присяжное, естественно, мы должны собрать все списки из этих территориальных образований для того, чтобы наша проверка была максимально полной. В том случае, если, например, мы обнаружим, что определенный кандидат в списках отсутствует, это, на мой взгляд, классическое основание заявления на тигровую отборку. Разумеется, суд, если установит это обстоятельство, он безусловно должен этого кандидата обвести. Если кандидат, которого нет ни в общем, ни в запасном списке кандидатов в присяжное, в итоге становится присяжным, попадает в состав коллегии, участвует в вынесении вердикта, это безусловное основание к отмене приказов. Просто безусловно. Как я уже говорил выше, вынесение вердикта незаконным составом коллегии не требует никаких дополнительных пояснений или обоснований. Поэтому такого рода приговор будет отменен во всех случаях. Вот это, пожалуй, единственное, что можно сделать примитивно в проверке этих списков. И, естественно, все остальное выясняется только уже в ходе самого опроса. Когда мы опрашиваем кандидатов, мы пытаемся выяснить у них эту информацию, участвовали ли они раньше в рассмотрении дел с присяжными. И если да, то какой-то рвал времени прошел с момента, собственно, этого участия. Вот такой важный еще есть момент. Он носит, я бы сказал, даже не технический характер, а содержательный. Путин бывает так, что в состав коллегии попадают граждане, которым сравнительно недавно исполнилось 25 лет. В этой связи крайне важно узнавать у судьи, какую дату составлен каждый из представленных списков. Поскольку если на момент составления списка этого гражданина 25 лет не было, то, разумеется, его участие в составе коллегии также является незаконным, даже если уже на момент рассмотрения дела он достиг этого возраста. Закон в этом плане категоричен. На момент составления списка гражданину должно исполниться 25 лет, для того, чтобы он смог принять участие в рассмотрении этого дела в качестве присяжного заседательства. Вот поэтому этот момент, он крайне важен, и, естественно, мы должны его учитывать, когда проверяем этот список. И если нарушение это имеет место, обязательно это указываем в инвестиционной жалкости. Что касается следующего нарушения, нарушений существенных на этапе опроса кандидатов в присяж. Вот здесь, конечно, все не так просто, поскольку у нас закон, как всем нам известно, 1 июня прошлого года подвергся определенной корректировке, и, собственно, положение кодекса, который, 3.28 статьи, которые и раньше были достаточно расплывчатыми, стали еще больше расплывчатыми, и на определенности, я бы сказал, прибавилось, а уменьшилось. Но, тем не менее, суммирование положения закона и разъяснение изложенных в постановлении Пленова позволяет выделить ряд требований к вопросам, которые в сторону могут задавать кандидаты в присяжные при опросе. Однозначные, конкретные, связанные с обстоятельствами, которые препятствуют участию кандидатов в день. Вот если судья снимает наши вопросы кандидатам в присяжные, которые соответствуют всем этим параметрам, они неконкретные и однозначные, и действительно содержат указанные на обстоятельства, которые препятствуют участию кандидатов в качестве присяжного. Вот в этой ситуации, разумеется, мы можем указать на это в нашей апелляционной жалобе. Это нарушение права на опрос кандидатов. Естественно, это не позволяет стороне получить полное и содержательное основание для заявления мотивированного отвода, то есть фактически это присягает и на наше право заявлять мотивированный, в том числе даже немотивированный отвод. Вот я обращаю ваше внимание, что любое из нарушений, которое допущено на этапе формирования коллегии, оно крайне критично. Потому что в целом рассмотрение дела незаконным составом суда является безусловным апелляционным основанием. Поэтому каждое из тех нарушений, которое было допущено на этапе формирования коллегии, оно, как правило, всегда очень пристально исследуется верховным судом, который дает ему оценку в своем апелляционном определении. Вот по этой причине все вопросы, которые были отклонены председательствующим, как я еще повторюсь, которые мы считаем однозначными, конкретными, связанными с обстоятельствами дела, которые исключают участие кандидатов в качестве кусяжного, все эти вопросы мы отражаем в нашей апелляционной жалобе, рассматривая снятие этих вопросов, как существенное нарушение уголовно-профессионного закона. В этой связи, вот, кстати сказать, есть еще тоже важное замечание. Некоторые судьи предлагают писать эти вопросы в письменном виде, и потом просто вычеркивают часть этих вопросов, не позволяя стороне их задать. Вот в такой ситуации крайне сложно будет потом в апелляционной жалобе оценивать кусяжного председательствующего, поскольку в самом протоколе судебного заседания наш список вопросов, которые мы составили, передали его для утверждения, так как назовем в письме, отражен не будет. Все-таки задача состоит в том, чтобы даже отведенный вопрос, даже снятый вопрос председательствующий попадал в протокол передвижного заседания. В противном случае мы просто лишаемся возможности остваривать это в суде операционной инстанции. Нарушение, да, ну, понятно, что есть ряд вопросов, которые суд, естественно, снимает абсолютно правомерно. Это вопросы, которые не являются и неоднозначными, и неконкретными, и, например, есть категории вопросов, которые всегда снимаются в ходе опроса передвижных присяжных, например, раскрывающих персональные данные. Персональное место жительства, конкретное место работы и так далее. Вот разные вопросы о гуманизме, смертной казни, наличии злоупотреблений, практике правоохранительных органов, например, социальной обстановке в стране. Если эти вопросы будут сниматься, то здесь уже ссылаться на это в операционной жалобе представляется особо по основанию. Поскольку все-таки те критерии, о которых я говорил выше, они сформулированы, и как бы мы к ним ни относились, но определенная линия в практике она имеется, и, конечно, нужно ее принимать и поднимать. Все-таки вопросы должны быть корректными и примитивных их форме, и примитивных их содержать. Нарушения на этапе мотивированных отводов тоже являются достаточно часто упоминаемыми в операционных жалобах на приговоры, установленные судом присяжных. Но здесь все гораздо проще. В каком аспекте? В том, что мотивированные отводы подаются в письменном битве. Таким образом, наша мотивировка, которую мы изложили, примитивные конкретные 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 притяжные, она автоматически отражается достаточно объективно в материалах дела. Письменные эти ходатайства от письменных отводов, они приобщаются к материалам дела, то есть к протоколу, и, естественно, являются предметом дальнейшей проверки сюда апелляционной инстанции, если мы оспариваем правомерность, законность решения председательствующего по этим заявленным отводам. Естественно, здесь нужно иметь в виду только один момент, собственно, наверное, это известно большинству коллег, что мотивированные отводы заявляются с обязательной ссылкой на соответствующий пункт 61 статьи Уголовно-процессуального кодекса. Это единственная норма, которая содержит основание мотивированного отвода судей, в том числе притяжного заседателя. Поэтому какие бы обстоятельства у нас не являлись, я бы сказал, что по фактической основе заявления ходатайства об отводе, с точки зрения правовой эти фактические обстоятельства мы должны подвести под один из пунктов 61 статьи. Но чаще всего, поскольку в случае родства или свойства присяжных от судей, участников крайне редких, чаще всего используется такое основание, всем известное, как прямая или посвенная личная заинтересованность в сфере детей. Часто суды отклоняют эти отводы, причем нередко, когда смотришь на те основания, вот на слайде я сейчас его продемонстрирую, по которым эти отводы отклонены, возникают вопросы, насколько это правомерно. Но тем не менее, это и есть та самая почва для спаривания этих решений председательствующих. Еще раз повторюсь, отклонение мотивированного отвода председательствующего может привести, если, то есть отклонение мотивированного отвода кандидатов присяжных председательствующих, если это отклонение незаконно, если суд решения это вынесли на основание закона, это признак незаконности состава коллегии. Мы можем утверждать, что кабинет присяжных подлежал к мотивированному отводу и оставление нашего хозяйства для удовлетворения, можно это расценивать, как незаконное формирование торговых присяжек, формирование лиц, которые не вправе быть присяжными заседателями. Поэтому, естественно, эти моменты можно и нужно отражать в определенной жалобе. Что касается такого момента, как мотивированный отвод, я скажу, не мотивированный отвод, скажу только здесь одним моментом, здесь очень просто. Всего один отвод предоставлен в стороне защиты с 1 июня прошлого года. По этой причине нарушение этого права может иметь место только в крайне редком числе случаев. Вот, например, можно назвать один из таких случаев, когда судьям не один список кандидатов присяжные передают, фактически список сначала стороне обвинения, потом стороне защиты, а каждой из сторон дают по одному списку. Тут порой возникает сонанс, потому что прокурор может вычеркнуть определенные кандидаты, и того же кандидата может вычеркнуть сторона защиты. Вот в этой ситуации Верховный суд разъясняет, если судья избрал такой метод передачи списка кандидатов к присяжной сторонам, при котором стороны, как бы сказать, не зная, кто будет отводить, то есть кого именно из кандидатов будет, кто именно из кандидатов будет отведен немотивированно, вычеркивая эту же фамилию, Верховный суд разъяснил, что страна защиты должна иметь право вычеркнуть другого кандидата, потому что все-таки, по буквальному смыслу закона, процедура заявления немотивированных отводов предполагает отвинирование с одним списком, то есть с одним единственным списком кандидатов к присяжной, который сначала вручается стороне отвинения, и вот только после того, как обвинитель вычеркнул определенную кандидатуру из этого списка, например, вот пропустим, как здесь это видно, то только после этого этот список передается стороне защиты. Защитник уже видит, кто отведен обвинитель, и, естественно, второй раз зачеркнуть одну и ту же фамилию, он в этой ситуации не сможет этого сделать. Поэтому вот это, пожалуй, единственный случай, когда нарушается право на заявление немотивированных отводов, в остальных случаях здесь как правило нарушения не наблюдается, но это тоже ключевое намного, на которое нужно обратить внимание, когда мы оспариваем приговор, вынесенный судом к присяжам. Проблема правдивости кандидатов присяжной является очень острая, и сейчас очень много предложений, как ее решить, вот введение существенных административных штрафов до внесения поправок в различные нормативные акты, кстати сказать, готовится сейчас законопроект, вносится в Думу, к которым будут расширены права территориальных органов власти по направлению запросов в МВД о судимости кандидатов присяжной, поскольку уже на самом первоначальном этапе составления этих списков должны исключаться лица, имеющие неснятое багажное судимое. Но тем не менее, все-таки, если такого рода информация, я имею в виду, не достоверно выяснится, она чаще всего является основанием к отмене приговора. Но есть только ряд критериев, о которых необходимо сказать. Во-первых, сам вопрос об этих сведениях, которые утаил, исказил кандидатов присяжной, должен быть поставлен. Мы предположим такую ситуацию, хотя она гипотетическая и в реальной практике вряд ли может иметь место, но, допустим, никто не спросил кандидатов присяжной, имеет ли кто-либо из них непогашенную судимость. Вот в этой ситуации, ну, здесь, например, некорректно, потому что лица и судимые, они в принципе не могут быть рядом с присяжной, то, предположим, есть ли судимость у родственников. Никто такого вопроса не задавал. А потом мы выясняем, что у каждого из кандидатов присяжных заседателей были судимые родственники. Если мы не задавали вопрос об этом в ходе опроса, и присяжные не давали на этот вопрос ответы, то в судебной практике информация о наличии судимости их, судимости родственников, наличии среди родственников, например, лиц, работающих с судьями, прокурорами и так далее, она не воспринимается как критичная. И это не воспринимается как утаивание кандидатами присяжными определенной информации. Еще раз подчеркну, утаивание, искажение имеет место только тогда, когда об этом был поставлен прямой вопрос в ходе опроса. Не было вопроса, значит и само утаивание отсутствует. Ну, наконец, сами искаженные и несообщенные среди должны быть достоверно известны кандидаты на момент опроса. Это известен случай, когда сторона обвинения в своем апелляционном представлении указывала на то, что кандидат присяжный сокрыл информацию о судимости своего родного брата. Но воплощенный суд оставил этот аргумент апелляционное представление без удовлетворения и не признал. И, наконец, речь идет только о сокрытии той же обвинения информации, которая могла повлиять на решение по делу и решила право на заявление мотивированного или немотивированного отвода. Сведения, скажем, те, которые были сокрыты, должны быть действительно существенны. Хотя, конечно, вот когда авиакобный суд каждый раз управляет эту конструкцию, здесь есть определенный изъян, поскольку имеет место ссылка на немотивированный отвод. А мы все прекрасно понимаем, что немотивированное отводство можно заявить вообще по любому, любой причине, которую только страна может себе представить. Но, тем не менее, вот эта информация должна иметь существенное значение. Если это просто сведение о каких-то предпочтениях кандидатов присяжных или, например, допустим, об отношении к каким-то аборизмам, то вряд ли эта информация, даже если удастся в дальнейшем доказать, что кандидат ответил недостоверно, может служить основанием отмены приговора кандидатов. Уважаемые коллеги, вот когда мы говорим о существенных нарушениях закона на этапе формирования коллегии, я еще сейчас скажу об одном моменте, о ситуации, когда попадают в состав коллегии отведенные в ресурс. Необходимо крайне внимательно следить за тем, кто именно был отведен в ходе удовлетворения самоотводов, удовлетворения мотивированных отводов или, например, немотивированных. На практике бывали случаи, когда отведенные кандидаты не погибали в зал заседания, оставались на скамье и потом, так или иначе, даже не знаю, как это объяснить, случайно или намеренно, но оказывались в составе коллегии. Очень внимательно необходимо следить за тем, кто отведен, вычеркивать этих кандидатов и следить за тем, чтобы ни их фамилии, ни сами эти кандидаты в дальнейшем не оказались в составе коллегии. Естественно, этот момент крайне важен. Не признается существенным нарушением закона ряд моментов, о которых необходимо сказать. На это часто указывают в эфеликционных жалобах, но эти обстоятельства сами по себе не признаются нарушающими существенный уголовно-процессуальный закон. Вот, например, недостатки списка кандидатов-присяжных. Предположим, сторона получает списки кандидатов-присяжных предварительных, в которых указано только фамилия и не отчество. Суковный суд разъясняет многократно, что это не является существенным нарушением закона. За этапом вручения списка следует этап опроса кандидатов-присяжных, и вся информация может быть легко выявлена в коде этого опроса. Если суд предоставил обвинителю первому приступить к вопросу кандидатов-присяжных, да, по УПК у нас первая приступает сторона защиты, но бывает такое, что суд нарушает закон, предоставляет первому прокурору, означает задавать вопросы кандидатов-присяжных. Суковный суд тоже не признает это каким-либо существенным нарушением процессуального закона. То же самое, например, если кандидат-присяжный скрыл информацию, предположим, скрыл, и даже вообще обманул защиту, предположим, ответив на вопрос об отсутствии судимости утвердительно, а на самом деле кандидат-присяжный оказывал судимым и попал в число запасных. Если он попал в число запасных и не участвовал в вынесении вердикта, вот в такой ситуации, естественно, это не расценивается как существенное нарушение процессуального закона. Например, другой пример. У нас по УПК присяжные должны избрать поршину до принятия присяги. Иногда на практике бывает так, что судья приводит их в присяги, потом они удаляются и избирают поршину. Разумеется, законный суд не признает это тоже существенным нарушением закона. По этой причине, резюмируя все мною вышесказанное, я хотел бы особое внимание коллег сконцентрировать на этапе формирования коллеги присяжных и заседателей, поскольку большая часть нарушений, допускаемых здесь, является действительно существенным и критичным. Само рассмотрение делами законным составом присяжных является безусловным антибиционным основанием. По этой причине, конечно, внимательнейшим образом необходимо следить за соблюдением закона на этом этапе процесса, и в случае, если такого рода нарушения были, обязательно в порядке это используют при написании апелляционной жалобы. Потому что это крайне значимо и крайне существенно. Следующий этап, о котором мы поговорим, это этап судебного следствия. Здесь тоже есть классический набор существенных нарушений процессуального закона, которые признаются таковыми законами, поскольку оказывают влияние и на вопросы, которые ставятся перед присяжными, и на ответы, которые они дают, и ограничивают права сторонам соответствующим образом. Самое первое очевидное нарушение связано с нарушением запрета, изложенного в части 8 ст. 335 Уголовного Кодекса, я имею ввиду ограничение следований сведений о речнистих потребителей. Я подчеркиваю, речь идет о запрете такого исследования. 335-я статья ОПК, регулирующая производственные этапы судебного следствия, не устанавливает какого бы то ни было запрета на исследование таких данных. Она устанавливает ограничения. Мы все прекрасно знаем, в чем состоит суть этого ограничения. Эти сведения исследуются только лишь в тех пределах, которые позволяют оставить признаки, вменяемые подсудимого, признаки состава преступления, вменяемые ему. В этой связи, если исследуются данные о личности за рамками этих ограничений, это уже признается нарушением процессуального закона. В чем, что интересно, Верховный суд распространил вот эту норму, которая прямо касается только лишь одного подсудимого на потерпевших на свидетель. Но, тем не менее, есть ряд моментов, на которые необходимо обратить внимание. Разовое, единичное, доведение до присяжных определенных сведений о вечности подсудимого вряд ли повлечет отмену приговора. Поскольку все-таки необходимо, чтобы была некая систематичность. Это раз. Поэтому, если это просто было разовым нарушением, особо надеяться на то, что это повлечет отмену приговора, не приходится. Во-вторых, всем нам известно, что председательствующий не ввел к механизмам нейтрализации большинства нарушений, запущенных в ходе свидетельного разбирательства. Вот именно поэтому, если председательствующий обратился к прервал выступающего, обратился к пенсиажным с просьбой забыть и не принимать во внимание ту информацию, которую он услышал, обратил внимание на это их тодия, например, поступление своего с напутственным словом, содержание напутствие, то уже полный суд может расценить это как устранение допущенного нарушения, и по этим основаниям приговор отменял не придут. Поэтому здесь нужно принимать во внимание целый комплекс факторов. Кто именно довел к присяжным эту информацию, в каком объеме она была доведена, соответственно, прервал ли председательствующий, доводящий в эту информацию, обратился ли он с разъяснением пенсиажным, не принимать его во внимание. Вот я приведу пример из реальной апелляционной жалобы по конкретному делу. Здесь, например, исторический потерпевшего высказался в ходе своих показаний, сказал о том, что он общался со следователем, и следователь ему сказал, что подсудимого в этом преступлении это не первый случай. Вот я обращаю внимание, что даже в такой форме негативные данные личности могут быть приведены до присяжных. Не обязательно ни в форме отношения какого-то приговора или документа, а вот именно в ходе датчика показаний. Председательствующий не остановил потерпевшего, он не прервал его, он не дал никакого разъяснения присяжным заседателям, он не указал на это в напутанном слове. Очевидно, что эта информация могла оказать влияние при вынесения вердикта, поскольку он виноват виноват в специфическом преступлении, и в совершении подобного деяния ранее могла убедить их в том, что он виноват в совершении и вменяемого в настоящий момент. ему, собственно, этих действий. Такое сообщение, что сейчас сегодня трансляция видна. Соответственно, другой пример. Прокурор, выступая с речью по делу, говорит. Вот, например, это уже элемент речи. Я тогда об этом скажу чуть позже, когда мы будем говорить о премии. В показаниях, показания – это самый, я бы сказал, часто используемый способ принесения до присяжных информации. Как правило, даже не документы, не справки, а именно сами показания выступают вот таким средством передачи информации присяжным заседателям. В этой связи крайне важно и уметь предотвращать это, предосхищать. Но если это состоялось, естественно, это нужно описывать в апелляционной жалобе как одно из оснований, как были приговоры. Итак, уважаемые коллеги, я еще раз напомню, в этой ситуации необходимо быть предельно конкретно. Вот, например, в этой апелляционной жалобе, которую я демонстрирую, тут подробно процитировано суждение, высказанное представителем потерпевшего. Я просто приведена цитата со ссылкой на лист протоколу судебного заседания, где она зафиксирована. И далее здесь же указано на то, что судья не остановил представителя потерпевшего, не прервал его, судья не обратился к присяжным с посьбой, чтобы они не принимали эту информацию во внимание, и не указал на это в написании условий. И поскольку у нас это условное апелляционное основание, не безусловное, мы обязательно должны указать, как это могло повлиять на вердикт присяжных, разъяснить и изложить это в апелляционной жалобе. Здесь также излагается это обоснование, это аргументация. Что касается шокирующих доказательств. Это следующее нарушение, незаконное исследование, когда можно было исключить, но тут по правильной причине их не исключили. Я здесь тоже скажу очень коротко, поскольку, к сожалению, в последнее время крайне редко суды стали признавать эти данные шокирующими доказательствами исключателя из исследований. Но, тем не менее, такие случаи имеют место, и мы, естественно, должны использовать правовые возможности, которые нам предоставлены по защите влияниемых, в том числе и в этой форме рассмотрения дел. Естественно, чаще всего шокирующими признаются фотоизображения, видеоизображения. Поэтому не распространяется эта, скажем так, разновидность, способ исключения доказательств на иные виды доказательств, например, на какие-то тексты, в которых даже может быть что-то излагается очень неприятно. Вот очень часто, когда мы заявляем ходатайство об исключении этого доказательств, суды отклоняют их немотивированно. Нужно все-таки иметь в виду, что часть 8 и 35 статьи содержит запрет на исследование с участием присяжных подобных сведений, если они могут оказать негативное воздействие на присяжных заседателей и уменьшить их без пристрастий. Вот в этой связи, если такого рода нарушение имело место, конечно, мы должны и можем описать его в операционной жалобе и указать на то, что действительно мы ходатайствовали о исключении этих сведений, суд отказал нам в этом. И тем не менее эти данные были исследованы и могли оказаться негативное воздействие на присяжных заседателей. Следующий аспект, о котором тоже я хотел сказать, это запрет комментирования доказательств внедрения. Тоже нарушение, которое имеет место. Вот тут на слайде приведены примеры листия адвокатов в этой ситуации. На практике очень часто этим занимаются прокуроры. И в преступлениях обвинителей, в ходе допросов можно тоже увидеть такого рода оценки доказательств. Естественно, если эти оценочные осуждения были систематичными, если они не прерывались судьей, если они касались существенных аспектов показаний, если суд не прерывал, например, лицо, которое такого рода оценку дает, не обращался к присяжным с требованием не принимать этого внимания. Все это должно попасть в нашу акциональную жалобу, потому что это прямое нарушение положения 335-й статьи, и это нарушение существенное. Вот такое смешение следствия три не способны оказать негативное воздействие на присяжных, когда заранее им вбивается в сознание какой-то тезис, например, обвинителем, который при этом комментирует эти показания. Могу привести пример из собственной практики, когда, например, допрашивая по одному телу подсудимого, обвинитель сам предложил провести инсценировку. Он говорит, так, подсудимый, вы совершили удар ножом, защищаясь от нападения потерпевшего, покажите на втором подсудимом, как вы это сделали, но в качестве ножа возьмите обычную ручку. И когда подсудимый при помощи соучастника, вот своего, скажем так, соподсудимого, показал, как он это делал, прокурор прямо тут же вскричал в присутствии присяжных, вы все это выдумали, в таком положении невозможно нанести удар и так далее. Вот это уже классический пример комментария, комментарии этих действий. И, естественно, защита на это обратила внимание в своей апелляционной жалобе по этому делу. Поэтому за такого рода моментами необходимо следить. Если такого рода оценочные суждения и комментарии будут иметь место, разумеется, мы, во-первых, их не возражаем. И независимо даже от того, удовлетворил суд наше возражение, прервал ли он наступающий или нет, если вердикт мы видим, что есть присяжные и обвинительные, вполне можно обоснованно предположить, что это могло повлиять на присяжных и отразить, ну и должно это отразить в нашей апелляционной жалобе. Следующий момент – это запрет упоминать о незаконных методах расследования, он также об условии разделения полномочий между председательствующим и присяжными заседателями. Здесь я тоже хочу сказать вот о каких моментах. Разовое упоминание о применении незаконных методов расследования, не знаю, там исправления, угроз, разовое, автономное, причем по инициативе обвинителей. Может и не повлечь отмену приговора. Не следует воспринимать вот потайно такого рода нарушения. Для того, чтобы верховный суд отменил по этому основанию приговор, и, например, мы можем тоже на это ссылаться в наши операционные жалобы, если мы занимаем, например, такую позицию. Речь идет, во-первых, о конкретности этих сведений. Степень воздействия на присяжных тем сильнее, чем эти сведения более конкретные. Просто фраза «не угрожали», она абстрактная. Вот тогда до присяжных доведены сведения, кто именно, где именно угрожал, и это воздействие является более существенным. Верховный суд обращает внимание на целенаправленность этих действий. Вот как раз этим и различается разовое упоминание об этом и систематическое, неоднократное упоминание, акцентирование внимания присяжных на этом обстоятельстве. Ну и, конечно, Верховный суд обращает внимание, кто именно инициировал. Мы все прекрасно знаем, что происходит, когда в деле есть показания, данные на судебной стадии процесса, и данные в суде между ними есть и противоречия, когда прокурору задают вопрос, почему вы ранее давали одни показания, а сейчас другие. Прокурор, тем самым, сам инициирует приведение до присяжных этой информации, которая не должна до них доводиться. Вот в этой связи, если такого рода моменты были, в данном случае, наверное, речь даже больше уже идет не о самой апелляционной жалке, а о наших возражениях на апелляционное представление прокурора, мы должны указать на эти критерии, которые видите на слайде, для того, чтобы опровергнуть голод о том, что разовое, случайное, по сути, не имеющее продолжение доведения до присяжных этой информации, могло быть таким фактором, который повлиял на их вердикт. Еще раз обращаю внимание, это условное традиционное основание. Это не безусловно, это условно. То есть в этой ситуации та сторона, которая ссылается на это нарушение, будет доказывать, будет аргументировать свои жалобы, что это нарушение повлияло на содержание вердикта присяжных. Разумеется, если у нас позиция на и мы можем это распаривать, приводя другие аргументы. Следующий момент, сейчас уже трение, я еще буквально сейчас вернусь назад, по перечню нарушений, которые имели место. Пассивность, незаконный запрет представления и следования доказательств. Очень часто, что судьи разрешают, например, нам представлять определенные доказательства. Самый яркий пример, например, имеет место, когда проходит предварительный допрос. Мы называем свидетелями недопрошенного на стадии предварительного расследования, его допрашивают в формате предварительного допроса и потом без присяжных, а потом не допрашивают с участием присяжных. Разумеется, если суд ограничивает права стороны на представление доказательств, то это является безусловным и традиционным основанием, то есть не безусловным, конечно, а является условным традиционным основанием, и которое мы обязательно указываем в нашей традиционной жалобе, приводим в аргументацию, как это могло повлиять на вертик присяжных. Я обращаю внимание, что речь идет не только о запрете исследования с участием присяжных определенных доказательств. Речь может идти о снятии вопросов в ходе допросов, например, когда судья говорит, вопрос снимается, вопрос снимается, вопрос снимается. Каждый из таких вопросов, который был снят, если мы оперируем, я опять приведу пример своей традиционной жалобе, которые у меня в результатах. Вот, например, в ходе этого допроса суд снимал вопросы, постоянно снимал конкретные вопросы, но вот в этой традиционной жалобе, например, указаны конкретные вопросы, которые были сняты судом. Вот именно такой уровень конкретизации необходим для обоснования и аргументации, доказывания наличия этого апелляционного основания. Мы должны привести конкретный вопрос, который был снят судом. Объяснить в апелляционной жалобе, почему этот вопрос был законным, почему он относился к полномочиям присяжных. И, естественно, сделать вывод о том, что это повлияло на вердик присяжного заседателя, поскольку та информация, которую присяжные не получили, если вы, например, свидетель, потерпевший, кто угодно, ответил на этот вопрос. Вот этот пробел, он оказался критично ключевым, потому что это не позволило присяжным вынести объективные вопросы. Уважаемые коллеги, естественно, пассивность председательствующего при нарушении закона стороны обвинения или, например, когда сам председательщий нарушает закон, это также, естественно, должно быть отражено в нашей апелляционной жалобе. И здесь даже не важно, насколько сами защитники проявляли, например, уровень активности определенных. Судья, если имело место нарушения со стороны обвинителя или другого участника процесса, опязан в силу закона, как я уже говорил, лучше прервать это выступление и обратиться к присяжным соответствующим разъяснениям. Если он этого не делал, то, разумеется, это должно повлечь в зависимости от него приговора и обязательно их должны излагать в ваши апелляционные жалобы. Оперирование наводящими вопросами. Я могу сказать, что есть множество примеров по судебной практике, когда приговоры отменялись из-за того, что стороны злоупотребляли, скажем так, этим моментом. Заявляли свидетелем в ходе вопросов и задавали множество наводящих вопросов. Но опять, если мы с вами используем эту технику и ссылаемся на это апелляционное основание, я имею в виду, если, извините, предположим, апеллировали эти наводящие вопросы, опять мы соответствующим образом излагаем соответствующий фрагмент апелляционной жалобы. Приводим конкретные наводящие вопросы, которые были заданы свидетели, были заданы потерпевшены. Объясняем, почему они были наводящими. Приводим конкретную аргументацию, с которой видно, что этот вопрос можно отнести к рассматриваемой категории. Я напомню, что наводящий вопрос – это вопрос, который содержит в себе, как говорят, интенсивное, скрытое обсуждение, ответное. Это разновидность закрытых вопросов. Сам по себе закрытый вопрос, у меня нет ничего законного, его можно вполне задавать в формате уточнения. Но наводящий вопрос, он задается о том обстоятельстве, которое не было еще предметом показаний в суде, об этом еще не говорили. И он содержит в себе ответ в той или иной форме, прямой или после. По этой причине, естественно, если эти вопросы были, это нужно описывать, ссылаться на это как на нарушение существенного закона, которое также могло повлиять на мессиажных заседателей. Итак, уважаемые коллеги, следующая категория нарушений существенных – это нарушения на этапе трения. Нарушения на этапе трения все представают из себя нарушения запретов, которые установлены законом, прививки к этому этапу судебного разбирательства. Это классические запреты, которые в какой-то степени характерны и для судебного следствия, и в то же время здесь есть тоже определенная специфика. Запрет упоминать обстоятельства, которые не устанавливаются уже в дикторе присяжа. К примеру, связанные с какими-то аспектами квалификации, с вопросами, допустим, наличия судимости и другие моменты, которые не следовательно устанавливаются присяжного расследователя. Запрет оспаривать полноту – вот это часто встречающееся явление, когда защитник выступает в премиях, говорит о том, что следствие было проведено неполно, версия непроверена одна, непроверена вторая. Прихожный суд воспринимал это определенным образом, поэтому если об этом не в полноте говорить в премиях, то создается очень хорошее афеликционное основание для нашего процессуального оппонента. Разумеется, если были какие-то ссылки на личности, то тоже эти данные можно и нужно указывать в операционной жалобе, если во время премий, в ходе выступления с премиями, собственно, об этом было сказано. Причем я обращаю внимание, что далеко не всегда об этом говорится ряб. Очень часто негативные сведения о личности доводятся до присяжных в форме намека. Это тоже важно учитывать, потому что Верховный суд ставит знак равенства между доведением конкретной информации и намеками в этой ситуации. Я приведу сейчас пример, когда Агнитель, выступая с речью, намекнул присяжного заседателя на то, что подсудимый, обвиняемый в совершении развратных действий в отношении малолетнего, уже имел опыт раннего совершения таких преступлений. Вот Агнитель говорит, не потому ли спокоен подсудимый, потому что его слова перевесят показания одиннадцатилетнего ребенка. Он всегда говорит одну лишь банальную фразу, да о чем бы говорить, девочка все придумала и просто надоел массаж. И вот дальше внимание фраза. И кто знает, может такое объяснение у подсудимого уже не один раз срабатывало на него пользу. Вот и все. В такой форме Агнитель уникнул присяжного заседателя на то, что подсудимый ранее совершал подобные дни. Я обращаю внимание, что, конечно, есть ряд запретов, запрет оскорбления оппонента. Это касается в том числе и в детстве, если выступают обвинители, оскорбления защитников, когда прокурор начинает представлять защитников в определенном негативном ключе. Но это также важно и для защитников, потому что если в таком же ключе представлять обвинители, вот по одному из дел, например, приговор был отменен из-за того, что в речи защитника, наряду, правда, с другими нарушениями оппонционными, был такой пассаж. Защитник сказал, что все доказательства обвинения – это эффективно грамотные раскраски. И так вот пренебрежительно оценили. Вот это стало одним из оснований, конечно, не единственным, но тем не менее Верховный суд об этом основание отмены очень позитивного, положительного для правительства. Вот какие еще моменты, на какие еще нужно обратить внимание. Запрет, искажение доказательств. Вот такое часто имеет место, когда есть какое-то доказательство, но по той или иной причине защитники называют его некорректно. В одном из дел, о котором, собственно, я сейчас рассказываю, было такое доказательство заключения ДНК-экспертизы, но называлось более подробно – это экспертиза, судебно-биологическая экспертиза, в словках ДНК-исследователь. И в этой связи защитник, выступавший в трениях, не очень корректно это называл, он называл ДНК-экспертизой, но по сути-то он был прав, потому что это и другое ДНК-экспертиза, просто название этой ДНК-экспертизы имело несколько иное. Но, тем не менее, и обвинитель, и председательствующий воспользовались этим моментом для того, чтобы ввести присяжных в заблуждение по этому поводу и постоянно говорили о том, что не было никакой ДНК-экспертизы. Вот, естественно, это является нарушением закона, потому что это искажение содержания доказательств. Присяжных просто были введены в заблуждение. Такого рода доказательства было, но, используя эту непочность со стороны защитника, суд и обвинитель представили эту картину таким образом, что это доказательство вообще не представлялось и не следовалось перед присяжными заседателями. Запрет приводить сведения. Ну, сразу скажу, что, скажем, очень важно проводить грант между допустимыми оценочными суждениями. В предметах мы можем оперировать любыми оценочными суждениями. Собственно говоря, оценка всем доказательств на предметах достоверности, на предметах достаточности – это прерогатива присяжных. Но вот когда защитник начинает использовать свои сведения, которые, возможно, подчеркнулась в какой-то специальной литературе, на которой не были предметом исследований, то, разумеется, это всегда вызывает, с одной стороны, нерывание. Приседательствующим, а с другой стороны, тем самым создается операционное основание, потому что в дальнейшем проигравшая сторона, я, предположим, не имею в виду прокурора, будет обязательно указывать это в операционном представлении как существенное нарушение закона, которое неизбежно повлияло на присяжных заседателей. Вот поэтому оценочные суждения все-таки должны базироваться на тех сведениях, которые были приведены до присяжных. Конечно, мы можем делать оценки в здравом смысле. Мы можем приводить в речи какие-то примеры даже, может быть, из жизни, хотя это тоже отдельная тема. Здесь тоже не все так просто, потому что судьи чаще всего такого рода наши речевые конструкции снимают. Но, тем не менее, вот ссылаться на ту специальную информацию, например, о том, что такое карбоктигемоглобин, в какой момент он и образуется, это несколько уже выход заранку в этих моментах. И, разумеется, этого лучше не делать, потому что, я еще раз повторяю, создается в этом очень хорошее определенное основание для последующей обменных договоров. Но, уважаемые коллеги, что касается ищуплений, буквально еще скажу об одном моменте, это оперирование разного рода наглядными пособиями. Здесь есть один очень важный момент. Ну, во-первых, естественно, самому защитнику изготовить такое пособие никто не даст. Суд запретит использование трениров, тех или иных предметов, которые сам изготовил защитник, принес с собой и прочее. Конечно, есть судебная практика, что по одному из дел демонстрация присяжным карты города не является воздействием на них, потому что это не доказательство. Гораздо эффективнее все-таки пытаться использовать в премиях те схемы, те рисунки, которые изготовили сами свидетели, даже, возможно, в ходе самого допроса в судебном следствии. Вот если такого рода рисунки, схемы были, можно, обращаясь к суду, просить использовать их эти схемы. Судьи нередко не возражают. И, естественно, можно вполне оперировать такого рода средствами для того, чтобы донести до присяжных эту информацию. Уважаемые коллеги, вот следующий этап, на котором часто допускаются нарушения закона, и которые мы тоже можем вставить непосредственно как проблему в вопросном листе, это непосредственно… в вопросном листе, а в вопросном листе. И все нарушения, которые связаны с этим этапом судебного разбирательства, являются ключевыми. 90% всех отменных договоров так или иначе связаны со содержанием вопросного листа, прямо или после. Поэтому это стабильное основание аффилиционной отмены договоров, установленных в этой форме рассмотрения дела. Какие здесь могут быть нарушения? Ну, по-моему, банальности, например, использования правой терминологии в вопросном листе, это, например, запрет сторонам постановки вопросов о менее тяжком деянии. Вот я обращаю внимание, что председательствующий может притеклить о менее тяжком деянии в ряде случаев, например, тогда, когда ставится перед присяжными частный вопрос. Частный вопрос, который свидетельствует о наличии определенность заключающего наказание обстоятельства. Разумеется, такой вопрос в обязательном порядке должен быть поставлен. Но это нарушение будет иметь место и тогда, когда, например, суд запрещает постановку альтернативных вопросов. Вот я хочу отметить, что альтернативные вопросы – это не разновидность частных. Альтернативные вопросы не могут ставиться в самом конце вопросного листа, там где ставится частный, после вопроса одинокости. Это вопрос о другой интерпретации событий. Поэтому, естественно, они должны ставиться до вопроса одинокости, и отказ сюда в постановке этих вопросов является очевидным операционным основанием. Вот, проблему на практике порождает также и постановка единого вопроса при отсутствии к этому основания. Я, правда, сразу говорю, что эти основания отсутствуют и в ОПК. и в ОПК. Поэтому это приступит в судью к нарушению конкретной нормы кодекса, которая запрещает, например, или создает основания соединения вопросов в один не получится. Мы вынуждены, что будем использовать только такое традиционное основание, как постановку присяжных однозначных, понятных вопросов. Вот такое требование понятности к вопросному листу, оно изложено в законе, и, собственно, это и является основанием оспаривания этого момента, когда мы пишем об этом наши традиционные жалобы. Если судья при всяких основаниях соединил все основные вопросы в один, при том, что защита оспаривала события, отдельные элементы или оспаривала причастность, то это порождает просто нечитаемый и непонимаемый, где-то вся же громоздкий вопросный лист. И, кроме того, из этого вопросного листа исчезает таинственное слово доказываемое лицо, что тоже вызывает определенные сложности, определенные проблемы. Поэтому, если мы видим, что суд оперировал безосновательно вот такими соединенными вопросами, тоже можно отразить в полной мере депутационные жалобы. Про частные вопросы я уже говорил выше. Естественно, если мы ставим частный вопрос, мы не должны упоминать в этом вопросе фамилии иных лиц, в отношении которых не рассматривается тело. Так, признанный вопрос, будет ли основание для обмена и отказ ходатайности одним из обвиняемых от прекращения дела по чистке эпизода с течением руководства будущих облицов. Исследование этих эпизодов было вредно в ответственность при вынесении вердиктов. Ну, я предполагаю, что вот опять, уважаемые коллеги, анализируя эту ситуацию, мы обращаем внимание на то, что это условное апелляционное основание. В этой ситуации, естественно, нужно указать суду в апелляционной жалобе главные виды не только на то, что нарушено определенные положительные законы, которые обязывают предупредить уголовное тело на части эпизодов, в связи с течением руководства, разумеется, при наличии согласия на это самого предприятия, поскольку это не реабилитирующая основа. Ну, и обязательно указать на то, как это негативно могло повлиять на очевидность присяжных. Если действительно эти эпизоды это то, что это создает у присяжных негативное восприятие предприятия, то это не как всегда и бывает, поскольку несколько деяний одни более и более доказаны, другие менее доказаны. И, естественно, чем этих деяний больше, тем ощущение негативное, которое возникает у присяжных, и восприятие – самое главное действие, оно усиливается. По этой причине я полагаю, что можно вполне об этом ставить вопрос в депрессионной жауре, потому что такое позднее прекращение дела в этой ситуации, оттягивание, вынесение этого решения по данному основанию на самый конец судебного разбирательства является как раз способом формирования вот этого негативного воздействия на высяжных заседателях. Поэтому можно вполне об этом ставить вопрос, но иметь в виду, что это условно-депрессионное основание, что, к сожалению, к огромному, поскольку она огромная, наш жертвованный суд может по-разному это оценить. В одном случае может узнать, что это могло повлиять на адективность, а в другом случае запросто скажет, что это на адективность повлиять не могло. Но, тем не менее, я полагаю лично, мое точку зрения, что ко мне можно на это ссылаться. Потому что это такой совершенно очевидный, классический способ депрессионного воздействия. Уважаемые коллеги, вопрос, который ставить в руку с яжными нельзя, понятно. Если они поставлены, мы эти вопросы обнаружили. Мы об этом указываем в нашей операционной жалобе. Еще раз повторюсь, нарушения на этапе постановки вопросов они столь же критичны, как и нарушения на этапе странирования коллеги. Следующий этап – это этап напутственного слова. Здесь очень важно понимать, какие, собственно говоря, судья. И если в напутственном слове судья, например, неполно изложил позицию защиты, неполно, необъективно изложил те или иные доводы, те или иные доказательства, например, стал какую-то оценку и нарушил, ошибочно разъяснил положение закона или, например, путанно, неясно разъяснил какие-то положения. Это все является, все это можно отражать в наших операционных жалобах. Но сразу скажу об одном моменте, который является крайне важным в этой ситуации. Любая критика напутственного слова в операционной жалобе должна, этой критике должно предшествовать заявлению на это напутственное слово замечание. Если мы не заявили замечание на, например, неполноту напутственного слова, на его необъективность, когда высказано мнение, или, например, мы не обратили внимание на какие-то моменты, которые свидетельствуют об ошибке, допущенной судом, в дальнейшем указывать на это в операционной жалобе бессмысленно. Потому что практика сейчас складывается именно так, и в соответствии с разъяснениями даны, в том числе, в составлении Кленова, критика напутственного слова в операционной жалобе возможна только тогда, когда она была в своей времени. То есть, собственно говоря, об этом ранее в стороны заявляли замечание на напутственное слово, и суд каким-то образом удостоверял их или, наоборот, это напутствие на склонятое. Надо отметить, что указание судьбы только, конечно, противоречие, доказательство на противном слове, как говорит наша операционная практика, не является признаком его необъективности. Констатируя противоречие между доказательствами, по мнению Верховного суда, судья не дает оценки этим доказательствам, и это вполне является, вот, поломерно. По-разному можно к этому относиться. Я бы очень рекомендовал, да, замечание заявлять в присутствии присяжных на напутственное слово или нет, я задаю вопрос. Уважаемые коллеги, заявлять замечание на напутственное слово в отсутствии присяжных заседателей – абсолютно бессмысленное действие. Поскольку суд попросту их не удостоверит, и в этой ситуации эти замечания, они останутся где-то там, не только лишь в качестве, я бы сказал, предлога, условия дальнейших упоминания об этом в апелляционной жалобе. Конечно, по закону, нет, судьи перебивать не стоит, во всех мыслях этого слова. Сам судья обязан по ОПК, после того, как произнесет напутственное слово, обратиться к сторонам с вопросом, есть ли у них замечание на напутственное слово. Если таких замечаний нет, то в этой ситуации все. Мы об этом в апелляционной жалобе даже советуем не тратить времени. Кстати, об этом абсолютно бессмысленно. Только в том случае, если мы об этом говорили в присутствии присяжных, в судье, неважно, достоверенных или нет, мы можем об этом говорить в апелляционной жалобе. Кстати, в клиниках задержания этого слайда, который сейчас демонстрируется, я особое внимание советую обращать на разъяснение закона. Многие адвокаты попросту не вслушиваются в то, что говорит в этот момент судья, потому что считается, что он говорит какие-то банальные прописные истины, шаблоны. Но если посмотреть внимательнее порой на то, на что говорят судьи и, естественно, можно порой видеть много интересного. Потому что, например, вот здесь приведем пример, когда судья таким образом разъяснил правила о неустромимых сомнениях, из которых следует, если вчитаться, втрунуться, что на таких неустромимых сомнений не бывает. Подпрашивают, если судья не дает занести замечание на путь, если снова в протокол, письмами не успеешь их попадать. Уважаемые коллеги, самое главное для нас выступить перед присяжными. Мы выступили с этими замечаниями. Сусяжные заседатели их услышали. Вот какую-то миссию свою в этой части мы реализовали. В остальном, разумеется, все как обычно. Если у нас в протоколе нет каких-то моментов, а это я думаю, что для того не секрет, что в протоколе может не быть очень многое из того, что было в судебном заседании, мы подаем замечание на протокол, собственно говоря, в судебном заседании. И если суд отказывается удостоверять эти замечания, в дальнейшем операционные станции, например, просим прослушать аудиозаписи. Хотя я тоже понимаю, что с этим очень много и очень сложно разных проблем. Но, тем не менее, это единственный вариант, единственный путь, который у нас есть. И так, уважаемые коллеги, вот следующее, на что я хочу уже завершать наш вебинар. Несколько слов сказать о нарушении тайны совещательной комнаты. Когда присяжные уголились на вынесение вердикта, крайне важно проследить за тем, чтобы тайна совещательной комнаты не была нарушена. Никто не входил, никто не выходил. И вот тут есть очень важный момент, когда, собственно, по последнему моменту, присяжные заседатели после вердикта дают какие-то пояснения, например, о том, что тайна была нарушена, к ним ходил судья, и все знаем эти истории, предлагал, рекомендовал внести вердикт в пользу того или иного лица и прочее. Сложилось в то недавнего времени достаточно устойчивая стабильная практика Верховного суда, что ссылки на письма присяжных, письменные заявления присяжных, они несостоятельны. Тайна совещательной комнаты исключает возможность сообщения присяжными какой-либо информации, например, о том, как происходило совещание, оказывалось ли воздействие, и эти аргументы вообще судом и дирекционной инстанцией не анализируются. Вот это как? Если присяжный об этом говорит, это повод и основание возбуждения в отделе уголовного дела, подавайте заявление на возбуждение дела, предлагайте это заявление присяжного, пусть будет проведена расследование и так далее. Так вот, на самом деле, есть сейчас основания поводать, что эта практика некоторым образом будет изменена. И связано это с вынесением постановления Европейского суда по делу Тимофеев против России от 14 ноября 2017 года сравнительно свежего. В этом постановлении, собственно, присяжные заседатели в письменном виде заявляли о том, что имело место на них определенное давление. Наша операционная инстанция не проверила это заявление, она даже не стала его проверять, поскольку, вот, собственно, я уже сказал, придерживаясь той линии практики, которая сформировалась в последние годы, состоящей в том, что присяжные заседатели не могут разглашать никакие суждения, не общее место в совещательном комнате. Но, тем не менее, вот, Европейский суд по этому делу признал нарушение пункта первой статьи шестой интервенции, поскольку суд операционной инстанции не проверил эти доводы сам. Вот поэтому это крайне важно. Теперь, вот, наверное, после этого решения, в какой-то степени это увеличивает ценность такого рода аргументов, если они есть у страны защиты. Если ранее просто это игнорировалось судами, суды указывали, что они не в состоянии проверять эти доводы и не будут их оценивать. Вот сейчас, видимо, после этого решения как-то эта практика некоторым образом изменится. Ну и, наконец, уважаемые коллеги, самое последнее. Наряду с основаниями операционной проверки приговоров, есть еще... Так, вот я еще купил один вопрос, собственно говоря. Если в ходе следствия страна дает оценку, то еще не реагирует на это, проверяет ли в дальнейшем, по сути, возражениям на результаты операционного обжалования и сообразиями, куда не подается возражение. Уважаемые коллеги, здесь я бы сказал так. Здесь есть две стороны этой ситуации. С одной стороны, если, например, какое-то суждение негативное две стороны защиты прозвучало, и оно прозвучало, и мы начинаем акцентировать внимание присяжных на этом заявлении, заявляя возражения. Потому что, к счастью, очень часто наши возражения, они выполняют, я бы сказал, противоположную функцию. Они не столько фиксируют в какой-то момент процессы, сколько привлекают внимание присяжных, которые, возможно, пропустили бы это однократное суждение не на уши, а так, наоборот, мы акцентируем их внимание на этом моменте. Но, тем не менее, я бы сказал так, что Верховный суд очень часто, отклоняя наши поводы, наших операционных жалоб, пишет практически вот это клише, которое встречается в большинстве операционных определений. Защитник не возражал. Защитник не возражал. Если бы отказа в удовлетворении довода нашей жалобы не прозвучало, я бы рассматривал необходимым. Все-таки тогда, когда это критично, когда эта информация действительно существенная и она способна негативно повлиять на присяжных, обращать на это внимание. Обращает на это внимание в том числе и судей, чтобы, как минимум, он пресек это дальнейшее. Возможно, такого рода моменты будут повторяться, и страна единожды нарушив положение закона будет нарушать их в третьем. Помимо особенностей самих оснований операционных, есть множество особенностей самой процедуры. Уважаемые коллеги, мы не можем в апелляции в суде присяжных запрашивать свидетелей по тем обстоятельствам, которые были предметом исследования присяжными заседателями. Мы не можем представлять новые доказательства, которые опять-таки касаются обстоятельств, устанавливаемые присяжными заседателями. Все, что является фактической стороной вердикта, не проверяется в апелляции. По этой причине, я не говорю, не проверяется с точки зрения, разумеется, достоверности, полноты, относимости, то по этой причине, естественно, крайне сложно в суде операционной инстанции добиться, например, отмены опроса свидетеля или исследования какого-то показательства. На мой взгляд, субъективный. Я полагаю, что здесь можно вполне удерживать и пытаться это средство защиты использовать. Вполне возможно допрашивать свидетелей, но если речь идет только о сугубо правовых вопросах. Например, о вопросах, связанных с допустимостью доказательств, потому что это тоже предмет проверки суда операционной инстанции. Например, связано с какими-то элементами ассессии, с какими-то элементами самого процесса, сугубо правовых вопросов, предположим. Вот данные, которые касаются личности посетительных, которые не были предметом исследования. Иными словами, все, что не исследовалось участием присяжных, но исследовалось их отсутствие, может вполне стать предметом исследования в суде операционной инстанции. Вот нам с коллегой по одному из дел так и не удалось допросить, например, специалиста администрационной инстанции, хотя предмет его допроса и предмет его доказаний касался исключительно вопроса права. Вот того искажения, которое допустил судья, обращаясь к присяжному исследованию. Но, тем не менее, сославшись на том, что это приговор суда присяжных, мы не можем вторгаться в полномочии присяжных по установлению фактов дела, суд отказал в удовлетворении такого ходатайства. Что тоже нужно иметь в виду. Ну и, наконец, я хочу отметить, что большая специфика есть и в отношении итоговых решений суда операционной инстанции. Вот я приводил пример в самом начале своего выступления, когда коллега адвокат в просительной части своей операционной жалобы просил отменить приговор и вынести оправдатель по мотивам непричастности. Разумеется, по этому основанию операционный суд приговор вынести оправдательный не может. Единственная ситуация – это когда будет констатировано отсутствие состава преступления. Во всех основных случаях, разумеется, приговор будет отменяться для возвращаться на новое рассмотрение. Что касается возвращения нового рассмотрения, обращаю внимание, что возможно возвращение не только на рассмотрение с самого начала процесса, но, например, на этап оправдательного обсуждения последствия вердитка. Когда, например, операционный суд видит, что председательствующий, получив непротиворечивый, ясный, четкий вердит, тем не менее заставлял присяжных фактически выносить вердит номер два, то в этой ситуации дело может быть возвращено на этап оправдательного обсуждения последствий этого вердитка. Для того, чтобы, скажем так, скромить допущенное нарушение закона и вернуться на ту точку процесса, с которой началось уже процессуальное нарушение. Уважаемые коллеги, резюмируя все сказанное мною, хочу подвести небольшие итоги. Если посмотреть на статистику доступную, я сейчас точно цифрами назову, но каждый из нас может зайти на сайт департамента, приходите посмотреть, все-таки говорить о том, что операционной жалобой для эффективной средства правозащиты не приходится. Отмен довольно много. Разумеется, оправдательный приговор отменяется чаще, чем отменительный. Но, тем не менее, я бы не сказал о том, что процент отмена отменительных приговоров принесен в судор к усяжным, он какой-то ничтожный. Он есть, и это вполне существенный цифр, вполне значимый. Поэтому скидывается в счет операционного производства не стоит ни в коем случае. Это вполне реальное, реалистичное следствие защиты, и при умении использования этого следствия результат будет, на мой взгляд, более чем положительный. И по этой причине я полагаю, что полноценная защита в суде присяжных, она заканчивается быть вердиктом, она заканчивается работой в суде операционной инстанции. И от того, насколько качественно мы будем действовать на этой стадии процесса, зависит, собственно говоря, в полной мере. В полной мере определяются эти интересы правосудия в целом тоже, поскольку, естественно, каждая наша жалоба направлена на отстранение тех самых нарушений, которые не позволяют читать вынесенных приговор на правосудие. Уважаемые коллеги, большое спасибо за ваши содержательные вопросы. Эта презентация, на которую я уже сказал, будет размещена, на сайте независимых экспертов правового совета, на моем сайте судпусяжного.ru. И мы с вами в ходе дальнейших вебинаров более детально разберем узкопрактические вопросы. В частности, будет вебинар, на котором будем разбираться специфики написания жалоба в европейские суды по делу, рассмотренные на судпусяжные. Вопросы, исследования и заключения экспертов, других видов доказательств, которые мы вводим в городе суда. Поговорим также и о постановке вопросов, потому что с этим тоже выступает на практике очень-очень много проблем. Большое спасибо вам за внимание и за ваши вопросы. Всего хорошего!